Здравствуйте, я приветствую вас на следующем выпуске нашего замечательного видео обзора, который посвящен управлению аккомпанементом на инструментах, на интерактивных инструментах. Собственно говоря, самое главное, что мы должны знать, это мы должны понимать цифровку, которая относится к мелодии, которую мы хотим сыграть. То есть, на самом деле, если мы с вами посмотрим на клавиатуру, мы с вами увидим, что каждая клавиша в европейском, скажем, варианте имеет название «Дора, ми, фасоль, ля, си», как мы все прекрасно знаем, ну а в, скажем так, международно-американском варианте каждой клавише принадлежит, скажем, своя буква. Да, это буква «А», «С», «Д», «Е», «Ф», «Г», «А» и «Б». Собственно говоря, вот отстраиваясь от этих нот, мы с вами можем строить простейшие аккорды, каковыми являются мажор и минор. Если вы скачаете любую, любую самую простую, скажем так, нотный, самый простой нотный текст из интернета, вы увидите там, собственно, цифровку, да, цифровке будет написано «ЦМ». Что бы это значило? Как раз это значит, что у нас есть с вами «До», которое в европейской терминологии является «Ц». И «М» мы делаем с вами не мажор, а минор, да. Естественно, мы с вами знаем, что мажорный аккорд строится следующим образом. Сначала большая терция. Раз, два тона. Потом малая. Раз и полтора тона, да. Если же у нас минор, то все в точности наоборот. Сначала малая терция. Раз и полтона, да. Точнее, здесь у нас получается с вами полтора, да. Тона — это малая терция. А затем идет уже большая. Раз, тон. Два тон. Два тона. Соответственно, это минор. Итак, мажор и минор. Иногда к этому добавляются также септ-аккорды. Но если вы только начали, может быть, сейчас вам это и не важно. Главное, что вы уже знаете, как нажать мажор и как нажать минор. Ну, а теперь нужно сказать, что в синтезаторах кассию вы также можете нажимать мажор двумя пальчиками. Просто терцию. И минор также. С помощью вот этих нехитрых знаний вы уже сейчас можете, скачав самую простую мелодию, да, с самой простой цифровкой для гитаристов, да, ну, или даже для клавишников, или для вокалистов, где есть нотная строчка и аккорды, начать изучать аккорды. То же самое имеет абсолютно то же расположение на всем протяжении октавы. То есть, если мы строим наш аккорд от ре, он ничем не будет отличаться от того, который мы построили от до. Также, если у нас есть минор, то это сначала раз-два, это сначала малая терция, а потом большая, да. Либо, если это мажор, сначала большая терция, потом малая терция, да. Вот таким вот образом, меняя аккорды, мы с вами можем и исполнять музыку на инструменте. Здесь важно понимать, что у нас есть два мануала. Первый мануал, это мануал клавишный, и когда мы нажимаем аккорд, его можно не держать, вы просто его нажали и перенесли руку на следующий. Сильно высоко поднимать руку не следует, потому что тогда можно не успеть нажать следующий аккорд. Ну и здесь, конечно, уже надо работать с правой рукой, да. Ну а в правой руке все просто, мы просто играем какую-то из мелодий. Да. Тут самое главное выучить эту мелодию и сопоставить правую и левую руку. До встречи в следующем уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!